Безусловно. Почему он появился? Какие предпосылки были? Одна из глобальных предпосылок – это кризис, который был, может быть, помните из литературы, наверняка, американская депрессия, кризис. Кстати, этот кризис напоминает тот, что переживает мир сейчас, последние годы. По сути, это кризис перепроизводства. Единственное, что, конечно, есть разница между тем веком и нашим веком. Но тогда что произошло? Производители столкнулись с тем, что произвести товар стало больше, чем его продать. То есть товар залеживался на складах, он не раскупался. Ну, конечно, в том числе потому, что у людей не было средств. И тогда что сделало? То есть тогда на ту пору существовала вот эта система продвижения товара, знакомая всем нам с вами. В Америке она тоже существовала. То есть когда фирма-производитель продавала крупную партию своего, производимого ею, оптовику крупному, тот перепродавал более мелкими партиями средним оптовикам, те, в свою очередь, мелким оптовикам, либо магазинам. Ну и, наконец, товар доходил до нас, покупателей. Знакомая нам всем система, мы об этом рассказываем на презентациях. И что же произошло? Что же изменили умные производители на ту пору, чтобы выйти из кризиса? Они сократили вот эту цепочку, и тогда появилась система, как прямые продажи. Тогда появились некие люди, которые, в принципе, являлись обычными покупателями, но с рядом прав. Первое их право было покупать продукцию сразу напрямую у компании. Соответственно, экономить свои деньги, не переплачивать никаким посредникам вообще. Ну, соответственно, это более интересное предложение для покупателей, и это повысило покупательский спрос. Но это было еще не все. Второе, что предложили компании, они предложили этим самым покупателям стать продавцами. Ну, или в классике их называют коми-выезжор, да, что с английского можно как перевести. Кстати, переведите, напишите свои мнения. Вот у меня такое предположение, что это человек, который выезжор, да, ваяж, путешествовать. То есть он доставляет товар, а вернее, скажем так, предложение, информацию о товаре, сам, безусловно, товар, до каждого покупателя, да, рознику покупателя. То есть тем самым у людей появилась возможность еще и подработать, да, зарабатывать какие-то деньги и стать, по сути, предпринимателем, такой вот небольшой бизнес иметь. Это было актуально на ту пору, потому что люди теряли рабочие места, мир переживал такие вещи, как закрытие производства, то есть автоматизация на постах, да, привела к тому, что люди, в общем-то, стали не удел на производствах, да, то есть существенно сокращались штаты, штат сотрудников. И что самое, может быть, прискорбное было для тех самых работников на фабриках и заводах, что и вернуться на свои места после кризиса они не смогли бы, потому что их заменили машины, машинами. Поэтому вот это вот мелкое предпринимательство и возможность иметь мелкий бизнес очень даже была на руку многим людям, да, и тогда появилась армия коммивояжеров, которые, покупая товар дешевле, могли его продавать с небольшой наценкой людям и тем самым зарабатывать, да, независимо уже ни от кого, ни от какого начальника. Но на этом, опять же-таки, не остановились умные производители, они пошли еще дальше, понимая, что людям хочется долгосрочных перспектив, им хочется меньше напрягаться в будущем, да, ну, зарабатывать больше и деньги, все больше. В данном случае они были всегда ограничены временным фактором, да, у них 24 часа в сутки, и они зависели исключительно от себя, да, в одиночку мы, к сожалению, ограничены. Наши силы, наше время ограничивает нас, вот, поэтому была придумана, или, как скажем, система вознаграждения и система продвижения товара как многоуровневый маркетинг. То есть, когда те самые покупатели были наделены правом приглашать других покупателей и выстраивать многоярусные или многоуровневые структуры и, соответственно, получать свое вознаграждение, в данном случае в компании производителя, да, в обмен на движение товара, они получали обратные деньги с каждого уровня своей организации. То есть, соответственно, зарабатывать мог и воспользоваться этой мощностью человек на каждом уровне, а не только один продавец. Вот, собственно говоря, в классике или в, как термин, да, что такое многоуровневый или сетевой маркетинг, стратегия реализации продукции, в рамках которой покупатель наделен правом привлекать других покупателей и получать за это комиссионные из покупок не только личных, приглашенных своих покупателей, но и из покупок всех рекрутов своей многоярусной организации. То есть, ключевое здесь понятие все-таки это не продавцы, а покупатели, как покупают каждый для себя и имеют право зарабатывать, да, то есть у них два права – покупать, экономить и покупать, зарабатывать деньги, привлекая, рассказывая об этой возможности другим людям. И, естественно, у каждой компании, а, да, вот сейчас хотелось бы еще вот на этом слайде остановиться, почему эта система стала просто взрывом, бумом, да, то есть потом, безусловно, конечно, были припоны определенные непонимания со стороны людей, я сейчас не буду этого касаться, об этом мы говорили в прошлый раз. Вот, и тем не менее, когда люди поняли, что это легальная схема, когда они поняли выгоды этой схемы, сетевой бизнес начал просто какой-то бум переживать. И переживает до сих пор, потому что на сегодняшний день это самая быстрорастущая индустрия, самая перспективная, одна из самых перспективных, которые вот сейчас развиваются, да, наравне, наверное, с интернетом. Почему? Безусловно, потому что, когда прямые продажи перешли в МЛМ, да, люди получили возможность не только иметь доход, то есть от усилий своих собственных физических, да, и от своего потраченного времени, но и еще так называемый остаточный доход, либо пассивный доход мы его называем. То есть когда работа проделана, да, и уже человек, который организовал процесс, может получать свои дивиденды, не вкладывая своего времени, то есть не напрягаясь уже физически, не тратя время. Это самое важное, потому что, в общем-то, время – это тот ресурс, который никогда не восстановится, никогда не возобновится. Вот, то есть получение прибыли за счет усилий многих людей, да, не только своих, но и других людей. Это есть, собственно говоря, серьезный бизнес. И вот действительно вот такое вот выражение очень известного классика сетевого бизнеса Ричарда По, что великие состояния возникают только на базе остаточного дохода. И вообще бизнес может называться бизнесом только когда он приносит уже тот самый остаточный, либо пассивный доход. Вот. К чему я это все говорила, да, что компания Арифлейм, она уникальна тем, что это тот самый партнер, который предлагает и продвигает свою продукцию методом сетевого или многоуровневого маркетинга. Но в чем его уникальность, мы сейчас с вами увидим. Потому что на сегодняшний день в современности нашей существует в индустрии прямых продаж существует два, скажем так, лагеря, два типа компаний. Есть компании, которые чисто компании прямых продаж, то есть там, где есть такие вот торговые представители, каме-вейджеры, консультанты, продавцы, как хотите, да, то есть люди, которые зарабатывают исключительно от собственных продаж. На разнице в цене между компанией-производителем и розничным покупателем. Это вот нам известная, например, в первую очередь компания Avon. И есть компании чисто многоуровневого маркетинга, то есть компании, которые зарабатывают исключительно комиссионное вознаграждение за создание структур. Тоже самая очень известная компания на букву А – это компания Amway. Собственно, с этой компании начался сетевой бизнес, и благодаря ей он стал легальным, благородным делом, скажем так, юридически легальным. И вот посредине стоит наша компания, компания Reflame. Чем же она уникальна? Я думаю, что кто-то из вас видел вот такое выражение, такой вот девиз компании «Зарабатывайте сегодня и воплощайте свои мечты завтра». Это не просто красивые слова, за ними стоит как раз экономическое обоснование той модели бизнеса, которую предлагает компания. То есть она объединила и прямые продажи, и многоуровневый маркетинг. То есть возможность зарабатывать уже сегодня с первого же дня, занимаясь продажами продукции, то есть на разнице в ценах, и создавая многоярусную организацию многоуровневую, получая свои комиссионные вознаграждения с разных уровней. Вот, собственно говоря, откуда этот девиз и появился. Это важно нам с вами понимать и знать, потому что это большая, уникальная возможность, которую дает компания. Итак, опять же-таки наверняка многие из вас слышали, считали и сами говорят на презентациях вот такую вещь, что, вы знаете, хотела бы даже немножечко отвлечься и вспомнить такие моменты, что бывало так, что когда мне люди, например, на соцопросах, когда им задаешь вопрос, а вы знакомы с компанией Арифлейм? Да, а вы знаете, как с компанией Арифлейм можно зарабатывать деньги? Люди говорят, да, конечно, что тут все понятно, нужно продавать, как еще тут можно заработать? Тогда я им задавала такую вот скроментальную фразу, вы можете ее взять себе на вооружение. Скажите, а вы знаете, что в компании Арифлейм больше 10 видов дохода? Людей, естественно, большое удивление, да, и это возможность уже встретиться с ними и объяснить, что к чему, почему, откуда деньги берутся. Но на самом деле, вот сейчас я как раз и хочу показать, откуда же мы можем черпать свои доходы, сотрудничая с компанией Арифлейм. Их действительно больше 10, я насчитала 14. Давайте считать с вами вместе. И, собственно говоря, маркетинг-план компании сетевой – это схема распределения доходов, да, схема выплат, то есть за что мы с вами можем получать деньги от нашего партнера, компании Арифлейм. Итак, скажем так, это делится на три таких больших подгруппы. Первая – это немедленная прибыль с продаж. Вторая – это объемная скидка. И третья – это бонусы. Ну, давайте с каждой подробно разберемся. Ну, для начала я хотела бы, чтобы вы знали такие понятия и не путали, и доносили информацию грамотно. Если перед вами лежат прайс-листы, или вы помните, как вам составлен прайс-лист, да, то сначала у нас столбик идет ОП, то есть цена товара, или по-другому объем продаж, или товара без НДС. Я тут, наверное, да, немножечко ошиблась. Вот ДЦ – это цена продукции с НДС. А, прошу прощения, нет. ОП – это цена товара со склада. Ну, да, без НДС. Да, здесь ошибка. То есть в дистрибьюторскую или дисконтную, как хотите, цену, нашу с вами цену, заложен немедленный налог на добавленную стоимость, которую обязан платить любой покупатель, или, скажем так, производитель, продавец, вернее. А компания Reflame – это продавец. Обязан платить в бюджет. Ну, мы с вами с этим знакомы, все это понятно. То есть с любой покупки мы обязательно в НДС. Соответственно, в нашей цене это заложено. НДС может быть разный. Он зависит от вида продукции. Допустим, на промтовары, может быть, вы даже это замечали. НДС больше. На детские товары, наоборот, минимальный НДС и так далее. Дальше. ПЦ – это потребительская цена в каталоге. И НП – немедленная прибыль. Разница между ценой каталога и ценой нашей с вами дисконтной, дистрибьюторской. Баллы, бонусы – это единица подсчета объема покупок для удобства компании. Компания работает в разных странах мира с разной валютой. Соответственно, это такая унифицированная единица подсчета объема покупок. Удобная для компании. И, соответственно, мы с вами, именно с цены ОП нам начисляют с вами баллы. То есть, с той суммы денег, которая идет в компании, чисто, нам начисляют баллы. И для нас баллы – это определенный показатель. Нам все равно при этом мы должны с вами знать, сколько это в деньгах. Сейчас, чуть позже, я покажу вам, сколько стоит один балл. Но вот эти формулы нам тоже нужно понимать, знать, потому что есть определенное недопонимание со стороны людей. Я помню, я не могла понять какое-то время. Часто мы с вами говорим, что, ну, когда людям рассказываем о возможностях, да, мы с вами говорим такую вещь, что вы можете иметь продукцию со скидкой, например, 22%. Да, это было 30%, сейчас 22%. Корректно ли это? Могу сразу сказать, что это неправильно, некорректно. Почему? Сейчас вот мы с вами, давайте, разберемся. Значит, еще раз. Дисконтная цена состоит из цены УП плюс НДС. Потребительская цена – это к дисконтной цене, прибавляется наценка 22%, получается цена потребительской в каталоге. Возможно ли совершить обратные действия? Посмотрим чисто на цифрах. Допустим, да, дисконтная цена стоит 100 рублей, 22% – это не абсолютная величина, она относительная от чего-то, да, процент в данном случае. Процент берется от цены дисконтной, то есть 22% от дисконтной цены, получится 122 рубля, соответственно. Если мы посмотрим и сделаем вот так вот примитивно назад, да, от 122 рублей от потребительской, отнимем, как мы говорим, да, некорректно, 22%, то есть получается, что отнимаем мы от 122% от 122 рублей. Это уже никак не будет равно 100 рублям, это будет 95 рублей. Соответственно, если мы хотим с вами, не имея прайс-листа, вычислить свою цену дисконтную, да, нам нужно не отнять, а поделить на 1,02, получится наша цена. Либо, если говорить корректно, вот, например, потребителям, людям, которым я говорю об экономии, я рассказываю, что вы можете иметь 18% скидку от всех цен в каталоге. Вот это уже правильно. Либо, второй вариант, покупать без наценки, которая составляет 22%. Итак, это первое, немедленная прибыль. То, что зависит исключительно от нас, от наших действий, да, от действий по продажам. Соответственно, это первый вид дохода. Но компания с недавних пор ввела дополнительные привилегии, дополнительные выгоды для тех людей, которые даже не просто занимаются продажами целенаправленно, да, а просто показывают от случая к случаю каталоги. Что я имею в виду? И действительно, мы сейчас с вами рассматриваем именно все вот эти возможности именно с точки зрения заработка. Программа лояльности. Это возможность получать подарки за накопленные баллы или можно копить свои покупки и обменивать их на подарки. Ну, на самом деле, почему я это называю? Потому что эти самые подарки мы можем прекрасно продать, потому что в первую очередь эта продукция очень известная, одна из самых популярных. Компания составляла ее не просто так. Кстати, вот сюда я не внесла, к сожалению, забыла, да, стартовую программу. А ведь это тоже возможность заработать. Но, собственно говоря, да, это и есть тоже дополнительная прибыль. Ну, условия вы наверняка знаете. Я напомню еще разочек, чтобы мы с вами правильно передавали информацию. То есть мы свои баллы, если их в каталоге, то есть за каталог меньше 250 баллов, то есть 249 максимум, то эти баллы идут в некую копилку и переходят из каталога в каталог, накапливаются. И в любой момент, накопив определенную сумму баллов, мы можем их обменять на подарки. Разной ценовой категории, разной бальной категории, да. То есть 100 баллов, 200, 300, 500. Это действует, еще раз говорю, до того, как вы сделали 250 баллов в каталог. Если 250 баллов получился в каталог, то эти баллы в копилку не идут. И второе условие, это действует для всех консультантов до уровня старшего менеджера. То есть это компания сделала в прошлом году, я думаю, вы все знаете, да, что такое план мечты, что в апреле прошлого года у нас были определенные бизнес-инициативы в компании, произошли новшества, и компания решила поддержать всех, начиная с покупателей, то есть тех людей, которые пришли и вошли в структуры коммерческие, потребительские, да, просто для того, чтобы покупать себе и своим ближним продукцию со скидкой на прямую компанию. Так, мысли потеряла, пойдем дальше. А, да, вот такой момент, чтобы вы знали. Эта акция действует с 5 каталога того года, то есть с апреля того года. Да, пожалуйста, я сейчас обращаюсь к лидерам своих структур, посмотрите внимательно. Если у вас есть такие консультанты, которые с того времени еще ни разу не обменяли баллы на подарки, им нужно поторопиться это сделать. Потому что уже в следующем каталоге они, будет, по-моему, последний каталог, когда их можно будет обменять на подарки, иначе они сгорят. Но если человек хотя бы один раз обменивал их на подарки, то эти баллы уже не сгорают. То есть он их может копить. Так, дальше поехали. Вторая бизнес-инициатива и следующий вид доходов, новый, дополнительный, компания ввела для тех, кто занимается целенаправленно продажами. Программа для продавцов – это премьер-клуб. Золотой и серебряный. Золотой изначально был, и он существует для чего? То есть есть возможность зарабатывать еще дополнительные деньги в виде вознаграждения на свой потребительский счет получать. Условия тоже мы все с вами знаем. То есть это уже если сделать 250 баллов, то они никуда не сгорают, и мы не лишаемся права получить подарок, то есть как накопить, мы переходим в новую, то есть получаем новую привилегию и большую, я считаю, то есть получить деньгами 750 рублей. И все, что свыше на 100 баллов, заказ на 100 баллов – это еще 450 рублей. Соответственно, максимальный бонус может быть почти 4000 рублей. Это действует то же самое до уровня старшего менеджера, то есть для консультантов. Это следующий вид доходов. Соответственно, серебряный премьер-клуб, я тоже рассматриваю это как дополнительную прибыль. Это скидка 50% на любой продукт Арифлейм, включая Wellness, при условии, что человек сделал два каталога подряд по 150 баллов. То есть он, получается, накопил эти баллы, он не получил за них бонусы премьер-клуба, но он получил скидку 50%. А это очень тоже неплохая, может быть, прибыль. Либо экономия, если для себя использовать, либо прибыль, если для кого-то из своих клиентов. Либо, опять-таки, возможность, посмотрите немножко шире на это, поощрить своих хороших клиентов, показать им вашу эксклюзивность, ваши возможности как консультанта. То есть, выделиться на фоне других людей, которые показывают каталоги. Так, следующая статья дохода. Допустим, да, то есть мы сейчас коснулись тех людей, которые пришли и сотрудничают с Арифлейм только ради покупок собственных и ради подработки. То есть заработать немножечко могут. Если человек пришел в бизнес с Арифлейм, у него появляются новые статьи доходов и новые возможности. И в первую очередь это объемное скидка, или можно назвать комиссионное вознаграждение. Вот сейчас мы с вами будем считать. Ну, для начала, конечно же, нужно знать, что есть такой прайс-лист, в конце которого, сзади в смысле, есть табличка процентные вот эти вот тарифные ставки для получения объемной скидки. То есть какой процент мы получаем, с какого объема покупок структуры. Либо ваших лично, да. Но сейчас мы с вами не будем, понимаем прекрасно, да, что в одиночку 75 тысяч баллов не сделаешь. И понятное дело, что 22% человек получает уже имея структуру. То есть те люди, которые строят структуру. Как видите, да, чем больше пара оборотов мы создаем, организовываем для компании, тем больше процентов мы получаем. То же самое, эти цифры нужно знать. Вы будете их легко знать, когда будете планировать свой бизнес. Вот, они очень тогда быстро выучатся. Тут момент какой я хотела бы остановиться, да, то, что год назад у нас была максимальная объемная скидка 21%. На сегодняшний день это 22%. То есть, соответственно, увеличение выплат директорам, то есть директор тот человек, который создал товарооборот на 7,5 тысяч баллов. То есть директорам и старшим менеджерам, да, то есть сначала он старший менеджер, увеличение выплат на 20-25% произошло по сравнению с предыдущими годами. Вот. Ну и сейчас я хотела бы, чтобы мы с вами немножечко посчитали и поняли, как рассчитывается эта объемная скидка. Хотя могу сказать сразу, что если кому-то не будет понятно, кстати, напишите, кто впервые сегодня вообще слушает тему маркетинг-план и впервые будет считать и узнавать, как вообще выплачивается, как насчитывается эта самая объемная скидка. Пожалуйста, поставьте цифру 1. Ау. Хорошо. Ну, я сегодня покажу так, как считаю я лично. Вот. Но могу сказать так, что мы с вами должны понимать, понимать определенные процессы, определенные схемы, да, но не знать, что мы с вами обязаны это высчитывать. И это очень большое преимущество нашего бизнеса перед классическим, когда нам с вами не надо быть бухгалтерами, когда нам не надо нанимать бухгалтеров, да, мы уже наняли, можно сказать, за 149 рублей, а кто-то бесплатно наняли компанию Reflame, которая еще и высчитывает, насчитывает нам наши вознаграждения. Вот. А это, скажем так, нелегкий процесс, потому что, когда это уже многостатейный доход, вот, то есть вот мы сейчас как раз с вами и высчитываем, да, разные статьи доходов, нам это, опять же таки, считать не нужно. Все, что нам необходимо, нам нужно уметь находить свой информационный отчет. Я хотела бы тоже немножко на этом остановиться, потому что, опять же таки, раньше такого не было. Нам приходилось ездить в Москву, заказывать так называемые распечатки. Вот. А сейчас в любой момент времени вы можете на сайте, в разделе управления структурой, ваша структура, информационный листок или отчет. Вы можете его заказать, большой развернутый отчет заказать себе на электронную почту, на электронный ящик. Для этого он, конечно же, должен быть в компании, да, но при регистрации мы вроде бы все его делали. И вы можете увидеть не просто всю структуру, не просто все начисления, которые вам положены, да, но и дополнительные информации, в том числе, какой бонус премьер-клуба, сколько у вас накоплено баллов. И самое главное, наверное, в конце будут аналитические данные, которые позволяют уже корректировать, как-то и просчитывать, и прогнозировать бизнес. С ним нужно, конечно, научиться работать. Это один из самых первых инструментов, с которым необходимо работать и со спонсорами, да, на планерке разбираться. Вот. То есть, в принципе, автоматически система насчитывает нам каждую минуту, потому что ситуация наша может меняться каждую минуту, насчитывает нам наши доходы. Вот. Но мы с вами все равно должны понимать, откуда ноги растут и как насчитывается объемная скидка. Вот давайте представим такую ситуацию, что, допустим, вы и ваша группа, ваша структура, я показала только первую линию, сейчас вот, пожалуйста, внимательней. То есть, вся ваша структура, не только вы лично, да, а, естественно, вы со структурой сделали товарооборот на 7,5 тысяч баллов. Пожалуйста, если кому-то не будет понятно, не стесняйтесь, пишите, задавайте вопросы, я буду останавливаться и более подробно объяснять. Итак, 7,5 тысяч баллов. Что в рублях? Кстати, да, вот я почему-то пропустился слайд. Пометьте себе, что на сегодняшний день стоимость одного балла равна 27 рублям по цене ОП. Еще раз повторю, да, 27,5 рублям дают, ой, пардон, за 1 балл, вернее, за 27 рублям объема покупок вам начисляют 1 балл. Итак, соответственно, я посчитала, да, 7,5 тысяч баллов это примерно 202,5 тысячи рублей. И, соответственно, это 22%. То есть, по маркетинг-плану нам должны заплатить 22% вам в данном случае. Но вы это сделали не в одиночку, а вместе с несколькими группами. В данном случае 4 группы. Мы сейчас рассчитываем, да, только вашу объемную скидку, а не скидку, вернее, нет, скидку ваших, вашей первой линии, лидеров каждой из структур мы тоже высчитаем, для того, чтобы понять, сколько нам прочитается. Итак, да, вот, допустим, первая структура сделала 1,5 тысячи баллов на 40,5 тысяч рублей, да, это ей полагается выплатить 9%. 2000 баллов сделала вторая группа, это 12%. Еще одна 9% группа, но уже сделала 1000 баллов. И 3000 баллов полагается за нее 15%. Да, это вот такой объем. Итак, нам нужно понять, сколько же полагается вам в деньгах. Немножечко стрелочка сдвинулась, я думаю, понятно. Вот смотрите, логика какая. Значит, вам выделили, да, то есть компания нам отдает объемная скидка, да, скидка, это значит скидка с объема, если перевести, да, на другой язык, и сразу будет понятно. То есть вы сделали для компании вот такой объем, и она вам обязана выплатить скидку с этого объема, да, в размере 22% или 44,550 рублей. Но это на всю вашу организацию, да, так как вы. То есть вы могли бы, если бы вы сделали это в одиночку, то, соответственно, всю скидку вы получили бы лично. В данном случае вы ее сделали с четырьмя товарищами, активными лидерами, которые построили свои организации, либо неважно, в данный момент это неважно, каким образом они это сделали, нам сейчас важно немножечко другое. И вот теперь, как мы, как компания высчитывает эту скидку. Значит, ну это понятно, да, то есть 22% это вот такая сумма. Ой, одна оденечка лишняя. 44,550. Это я тут немножечко ошиблась. Вот. Дальше нам нужно с вами высчитать процент, то есть сколько необходимо каждой группе выплатить. То есть логика компании, смотрите, это очень важно. Какова? Что сначала выплачивают, скажем так, отдают нижним вашим, да, так сказать, даунлайн, нижней линии. А что получаете вы? А вы получаете остаток, разницу, то есть остаток. Это важно понять, когда, знаете, бывает, когда люди считают, несведущие люди, когда говорят, что вышестоящие зарабатывают с нижестоящих. А вот это вот абсолютно логично. Во-первых, с каждым компанией считается лично по его заслугам, да, то есть сделал товарищ на скидку 15% объем, то есть ему полагается 15%, компания ему отдает, сделал товарищ на 9% ему отдали, 12, 9, вот. Ну, теперь в деньгах сколько это получается, да, то есть вот такую скидку получает группа 9% первого, да, вторая группа 12% получает такую сумму скидки, второй 9% вот эту сумму, и, наконец, 15% вот эту сумму. Мы сейчас не рассмотрим, сколько у них в структуре кто сколько получит, да, это опять же таки на всю группу. Но в итоге, чтобы понять, сколько же полагается вам, да, мы от суммы, это опять же, уберите одну пятерку, отнимаем сумму выплаченную группам, да, отданную группам, и наш остаток равняется 19 845 рублей. Скажите честно, кто-нибудь считал сейчас за мной? Есть такие замечательные люди, которые просчитали это все сейчас. Я вам очень-очень рекомендую не доверять моим словам, а сесть просчитать, чтобы понимать логику выплат, ну и чтобы, соответственно, потом суметь это объяснить людям, потому что я сталкивалась с тем, что сама долго понимала, и, собственно говоря, передавать людям было тоже нелегко. Вот. Теперь, пожалуйста, напишите, дайте мне обратную связь, понятно ли это, ну, по крайней мере, так, в большей степени, понятно ли это, как высчитывается объемная скидка. Еще раз прошу вас написать, дайте мне обратную связь, понятно ли это, продолжать ли мне дальше. Ау! Ау! Хорошо. Ну, Галь, я думаю, что в процессе еще раз следующих прослушиваний, я думаю, будет понятно досконально. Но если что-то непонятно, не суть сейчас. Важно понять только одно – разницу между тем, что выплатили нашим лидерам структур, то есть нашим структурам, и нами, нашим общим товарооборотом, вернее, нашим общим бонусом, объемной скидкой. Извините. Вот. Ну, поехали дальше. Следующая статья доходов, которая появилась, опять же-таки, всего лишь год назад. А нет, вру, это появилось несколько лет назад. Это, скажем, была первая ласточка поддержки менеджерской структуры, менеджерской команды, вернее, не директорской, а менеджерской. Потому что для директорской команды, то есть директора и выше, то есть для уже лидеров, компания постоянно улучшала маркетинг-план и добавляла какие-то новые привилегии. Но всего лишь несколько лет назад по просьбам, опять же-таки, лидеров, которые понимали, что необходимо поддержать менеджеров, которые только-только растут, которых еще… Вот их мотивация еще важнее, да, лидеры, они уже мотивированы, они уже почувствовали, увидели деньги, они увидели, что это работает. Как поддержать людей, которые только-только начали, которые еще вот в процессе роста и, может быть, не совсем уверены в результативности того, что они делают. Вот компания придумала вот такую вот программу или такой бонус энергии роста менеджеров, которая в итоге может дать дополнительную тысячу долларов по пути к званию директора. Вот этот вот путь, который я называю ученическим до директора, компания поддержала людей. Каким образом? Поддержала тех, кто планомерно растет, не падает, не останавливается, а растет, как и должно, собственно, происходить в идеале. Вот. Ну, могу сказать, что у меня именно так и происходило. Это спокойно, легко, без напряга. Я не пахала с утра до ночи, у меня была еще работа, у меня был маленький ребенок. То есть это вполне реально вырасти. Вот. Я чуть дольше, правда, продержалась, ну, где-то на одном уровне. Ну, в данном случае… А, нет, вру, я даже меньше, да, быстрее. За 9 месяцев вышла на уровень директора. То есть это очень такая размеренная программа роста, которая может дать вам дополнительные бонусы. То есть как только человек становится менеджером, то есть выходит в уровень 12%, и спокойненько на нем прозаседает два каталога. Соответственно, он получает дополнительный бонус и тысяча рублей. Дальше заседать ему уже нельзя, он должен выйти на новый уровень, на уровень 15%. Соответственно, находясь на нем три каталога, конечно же, он может, сразу скажу, быстрее это делать, тогда он быстрее получит свои бонусы. Но в данном случае ему дают такую возможность передышку сделать, да, на три каталога. Если он три каталога пробыл и вышел на новый уровень, в данном случае на 18, то он получает 6 тысяч рублей дополнительно. И так далее, да, я думаю, тут все понятно. Вот, то есть, соответственно, суммарно это получится дополнительная тысяча долларов по достижению уровня старшего менеджера. Эта программа успеха, она была продлена до 15 каталога 2015 года. Так что время еще есть, но в 2016 году она может прекратиться, эта программа, но надо брать. Что, соответственно, на сколько увеличился доход. Вот вы можете вот так вот увидеть такую табличку, да, то есть объемная скидка плюс вот тот самый бонус. Соответственно, в менеджерской команде доходы тоже увеличились как минимум на 20%. И я вижу сейчас по своим менеджерам, что это действительно уже не те деньги, которые были у нас. Это гораздо большие деньги, с учетом еще и личных продаж хороших. А личные продажи у нас сейчас хорошие еще и потому, что у нас есть Wellness в подмогу. Так что сейчас все карты в руки. Есть еще одно замечательное новшество компании. Это премия, дополнительная премия по достижению звания. Если человек раньше, было как? Человек вышел на уровень старшего менеджера, продержал этот уровень в течение 8 каталогов из года, неважно подряд или не подряд, любые 8 каталогов из года, и получил премию 1000 долларов. Первую премию по достижению звания. Сейчас появилась еще одна экспресс-программа для директоров, когда вы можете получить дополнительную 1000 долларов. При каких условиях? То есть человек вышел на этот уровень, повторил, то есть продержал 6 каталогов подряд. Этот уровень и получил 1000 долларов. Продержал еще 6 каталогов подряд. Не обязательно сразу, он может быть с перерывом, но главное, что в году это должно быть подряд дополнительных. Соответственно, получил еще 1000 долларов. Соответственно, вместо 1000 долларов, которое было раньше, дополнительные еще 2000 долларов. Бонус менеджерский, который вы получите, 1000 долларов почти в итоге. И вот это вот премия по достижению, то есть по экспресс-программе для директоров. Еще одна статья доходов, это новое звание, старший директор. Это звание присваивается тем директорам, в которых появился один директор под ними, то есть промежуточное между директором и золотым директором. Это дополнительные 1500 долларов выплата премиальных премий. То есть, если суммировать, следующую статью доходов, которую я рассказывала, это премии по достижению звания, начиная с 1000 долларов и заканчивая миллионом долларов, которые на сегодняшний день выплачиваются. Опять же таки, карьерная лестница постоянно увеличивается, как только лидеры, в данном случае это Полежаева, достигают последней ступенечки, и карьерную лестницу увеличили. Ее увеличили, увеличивали уже три раза. Она была максимум до исполнителя директора. На сегодняшний день прибавилось еще, вот видите, сколько. Нет, уру, вот столько. И еще одна приятная инициатива компании, которая помогает и стимулирует еще и директоров выращивать менеджеров под собой. То есть выстраивать глубину. Причем эти бонусы... То есть получается так, что директор, у которого растет менеджер и получает свой бонус энергии роста, получает его в таком же размере вместе со своим менеджером. И так с каждого менеджера, который у него есть. Причем не только в первой линии, скажу сразу, но и в глубине. То есть пока ваш менеджер не стал директором, то есть этот бонус только для директоров и старших директоров. То есть пока он не стал директором, вы получаете этот бонус за рост его менеджеров. А он получает свой бонус роста. Ну и, наконец, третья статья доходов, большая, да, это глубинные бонусы. Наверное, на мой взгляд, одна из самых, ну, самая важная. Не одна, а самая важная, потому что она дает возможность иметь пассивный доход. То есть... Или вот авторский гонорар, да. Почему я его так называю? Потому что в данном случае компания выплачивает наставнические деньги, да, за то, что вы поставили на ноги совершенно самостоятельного лидера, директорскую структуру, во главе с лидером, ну, именно лидера вырастили, вот, который приносит компании стабильно растущий доход. Это стабильный рынок для компании, новый. Вот, соответственно, можно сказать, это ваша книга, ваша песня, там, я не знаю, ваше детище, каждый из таких вот лидеров структур. И что же компания нам за это готова платить? Опять же-таки, хочу сейчас сравнить, что было раньше, до апреля 2013 года, и что на сегодняшний день мы с вами имеем. Раньше за 22% структуру первой линии, первого уровня, мы получали так называемый директорский бонус, который был равен 4%. С объема продаж 20, вот, извините, двух, ну, тогда 21% группы первого уровня. Что мы имеем сегодня? Директорский бонус повысили на 1%, он составляет 5%, а это существенно, можете посчитать. Но мы идем дальше. И с директорских, вернее, одной из 22% структур или групп второго уровня, мы тоже имеем определенный процент. Да, он меньше, он ниже, потому что непосредственное влияние и вклад свой в развитие этих структур совершили непосредственные директора, да, непосредственные их спонсоры. И тем не менее, если помните классику, эти 10 уроков на салфетке, мы, выстраивая глубину, да, то есть свою структуру, выстраивая на 4 уровня минимум, мы себе обеспечиваем стабильность и еще дополнительные деньги. И компания Reflame, уникальная компания, можем гордиться тем, что эта компания нас к этому стимулирует, стимулирует делать нам с вами правильно наш, да, то есть устойчивым его делать. Вот это наша устойчивость с вами. Что, опять же-таки, сделала компания год назад? Она увеличила и этот бонус, это стало 2%, удвоило причем его. И это дало очень существенный прирост доходов директоров с уровня Лотова. Но компания нам выплачивала всегда до 4 уровня, до 6 уровня, да, на сегодняшний день. Кстати, раньше это было до 4 уровня. Уже на моей памяти, да, прибавили еще выплаты за 2 низших уровня. То есть на сегодняшний день так называемый сапфировый бонус, который выплачивается с директорских структур 22% третьего уровня, да, это полпроцента. Сейчас, извините, секунду. Прошу прощения. Итак, бриллиантовый бонус выплачивается с 4 уровня 22% структур. Здесь, извините, я немного не изменила, да, 22% структур групп. Это четверть процента, да, четверть процента, 0,125 тысячных и так далее. Казалось бы, да, если вы считаете, да, вот этот вот минимальный процент, исполнительный бонус, это будет порядка 100 рублей всего с одной, ну, вот, с одной структуры. Директор, конечно же, структура может быть не 7,5 тысяч баллов, а гораздо больше, вот, но в любом случае, даже если это 100 рублей, и кто-то скажет, ну, зачем вообще этот бонус, смешно даже, да, тем более, для уже драгоценных директоров, когда уже люди получают большие бонусы, что это? Это вообще погода не делает. И тем не менее, только за счет вот этих глубинных бонусов, вот этих вот даже исполнительного бонуса можно иметь огромные просто доходы, потому что, представьте, да, на этом уровне групп уже гораздо больше, чем на первом уровне или на втором, потому что ступеримидальная. И в итоге, да, компания увидела вот эту разницу, подсчитала, что на сегодняшний день золотые директора и выше увеличили свой доход как минимум на 35-40%. И чем выше звание, да, чем больше уже звание по директорски, директорские звания в директорских командах, то, соответственно, и доходы выше, то есть увеличение доходов процентов больше. и сегодня мы можем уже с гордостью говорить, что с уровня золотого директора доход на уровне среднего дохода европейского, то есть около 2,5 тысяч долларов в месяц. То есть получается так, что за то же, за те же самые действия, что мы делали, за тот же уровень товарооборота, по сути, который мы делали, мы теперь можем получать больше благодаря вот этим дополнительным бонусам, которые ввела компания, или увеличенных бонусов. И вот, как видите, насколько увеличение произошло годового дохода. Золотой директор, бриллиантовый директор и так далее. Видите, чем выше мы, естественно, по карьерной лестнице, тем больше процент увеличения произошел доходов. Отсюда делаем выводы с вами. Еще одна приятная вещь, можно сказать, не материальная, не в виде денег, и тем не менее, материальная все-таки, да, вознаграждение. Это возможность получить автомобиль Volvo. Это программа за рулем мечты, которая действует для бриллиантовых директоров и выше. Вот, получить такой вот автомобиль в лизинг. И еще одни нематериальные вознаграждения, которые тоже очень ценные, и об этом тоже нужно знать в качестве маркетинг-плана, да, это посещение банкета директоров на два лица, это международные конференции раз в год, либо два раза в год, либо три раза в год за счет компании. Итак, теперь, если подвести итог, какое количество доходов, да, мы можем иметь, вернее, статей доходов, если правильно выражаться, видов доходов, длинная прибыль, разница ценой каталога и дистрибьюторской ценой, которую мы кладем себе в кармашек. Это программа лояльности для потребителей, возможность иметь подарки, обменивать, вернее, продавать их и иметь деньги дополнительные. Либо тратиться, например, на подарки себе или своим близким. Дальше, премьер-клуб, дополнительный бонус премьер-клуба, объемная скидка, бонус энергии роста для менеджеров, бонус энергии роста для директоров, бонус Арифлейм, директорский за первый уровень в размере 5%, золотой бонус 2%, сапфировый, бриллиантовый, блажен-бриллиантный, исполнительный. Еще, ситуационные бонусы. Наверняка все знают, лидеры, я обращаюсь сейчас к лидерам, идет такая программа сейчас, называется весенний рост. Причем, уже третий каталог, по-моему, или четвертый каталог, компания поддерживает еще дополнительными бонусами. Тех людей, кто рекрутирует, те, кто пополняет свои структуры, растет, имеет возможность дать дополнительные деньги. Очень, кстати, неплохие. Растет по сравнению с прошлым годом. То есть, еще дополнительный бонус. И мы с вами стоим в преддверии новых событий, которые нам будут объявлены в апреле. Какие-то еще дополнительные инициативы от компании. Мы все, наверное, с вами ждем с предвкушением. Ну и четырнадцатая не вижу. Я тут. Ну и, естественно, премии по достижению званий. Вот, собственно говоря, такие виды доходов на сегодняшний день существуют, которые мы можем иметь с компанией Арифлейм. И когда мне говорят, ой, да что есть в Арифлейм? Только продажи. Я говорю, вы знаете, что продажи это всего один-два вида доходов из, как видите, из 14 возможных. А все остальное лежит в области обучения людей, спонсирования, построения структур. Ну что ж, у меня на этом все. Я не видела вопросов. Я так понимаю, что их нет. Пожалуйста, если все понятно, вопросов нет, поставьте плюсики. И я тогда откланяюсь. Желаю всем нам с вами успехов. Да. Стремиться даже не к директорам, а стремиться к золотым и выше. То есть иметь по максимуму от того, что компания нам с вами готова давать. Особенно в эти два года оставшихся. Ну, я уверена, что будет что-то еще, конечно же, компания делать. И тем не менее, нужно ковать железо пока горячо. Поэтому всем нам с вами успехов и до встречи в четверг. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok